А вот молодое поколение в погоню за олимпийской мечтой решил отправиться на лыжах. Разгон юные биатлонисты Минской области набирали в Раубичах. Здесь прошел финальный кастинг в сборную центрального региона. У ребят есть всего две недели, чтобы сплотиться и выступить единой командой в республиканском финале турнира на призы президентского спортивного клуба «Снежный снайпер». Уже 24 и 25 февраля эта команда сойдется в снежные схватки с лучшими молодыми биатлонистами из всех областей страны и столицы. А накануне «Снежные виражи» преодолевала старшее поколение. В столице состоялась большая минская лыжня. В гонку за здоровьем и зимними впечатлениями отправилась более 3000 любителей спорта. О том, как зимняя погода превратила Беларусь в открытую олимпийскую арену, в репортаже Яна Пашкевича. Нам эти шапочки дали наши учителя, чтобы мы болели за Минский район мощно и чтобы все видели, что Минский район должен победить. Пока юные биатлонисты соревнуются в скорости на лыжах, их болельщики в уровне децибел. Как организатор или как болельщик пришли-то? И как организатор, и как болельщик. Вот проявляю любовь своих детей, чтобы они смотрели и сами в перспективе отстаивали честь Минской области, Бог даст, Республике Беларусь. Ждем медали олимпийской. Шумовая завеса – хор поддержки на более чем три тысячи голосов. Сегодня трибуны в Раубичах разбились сразу на несколько фан-клубов лучших районных команд Минской области. Наши болельщики! Болеем за всех, все молодцы. Шумная волна сразу понесла вперед юных спортсменов. Сегодня команды проходят испытания эстафетой. Начинающие биатлонисты вступили в снежную гонку за возможность пробиться в сборную команду Минской области. Просто реактивный старт для спортсменов-любителей. Чудеса на снежных виражах и огневых рубежах буквально захватывают дыхание. После заезда почти в два с половиной километра. Для интервью попросту не хватает воздуха. Более ста детей от 10 до 16 лет проходят дистанции по всем правилам олимпийского биатлона. Время засекают робосудьи, ориентируются по датчику на ноге спортсмена. Они проезжают, лучи пробивают и время автоматически исчитывают. Все отличие, никакой дополнительной ноши. Винтовки ожидают на огневом рубеже. Тем временем на огневом рубеже есть свои знаменитости. Эта винтовка принадлежит Хелене Экхельм, а вот это Александру Попову, знаменитому белорусскому биатлонисту. Конечно же, сами эти спортсмены сегодня участия в соревнованиях не принимают. Однако, это своеобразная эстафета, которую они передали юному поколению биатлонистов. Потому что молодые спортсмены используют именно настоящее биатлонное оружие во время гонки. Ну а поразить из него нужно мишени с расстояния в 50 метров. Из этих же винтовок стреляли чемпионы на гонке легенд. Теперь же в погоне за собственной мечтой, рассекая снег, скользят лучшие биатлонисты области. Именно из них и составят сборную центрального региона. Самыми неудержимыми среди малышей стали спортсмены из белорусских Альп. Команда Логойского района. Лучшее время у Яны Гороховики. Даша, добрый привет! Очень интересно соперничать с другими соперниками. И когда видишь на рубеже, кто первый, кто второй, уже хочешь победить. Сборная старых дорог чемпион старшей группы. А лидером команды стал Владислав Сергеев. Лучший в средней – Минский район. Олимпийский темп команде задал Николай Лукашенко. Становятся такие соревнования вызованы для штаба команд. Почти весь тренерский состав – преподаватели физкультуры. Как вам вообще результаты команды-то сегодня? Сегодня средняя группа, вы сами видите, отличная. Младшая могла бы быть лучше. Мы со страшицкой школы, о страшицкой городоке. У нас лыжи очень любят, особенно маленькие дети. Такой снежный кастинг лучших юных биатлонистов-любителей прошел и во всех областях Белоруссии. Минчанка Мария Гнечик набирает разгон в погоне за олимпийской мечтой уже третий раз. В этом году она стала лицом соревнований. В рекламном ролике сошлась у огневого рубежа с надеждой с корзином. Она стреляла по биатлонной установке, а я по такой, как на наших соревнованиях. Как результаты? Ну, Надя закрыла все, я тоже. Компанию в столичной сборной Маши составит Анастасия Попова. Эта фамилия уже становилась золотой для Белоруссии. Ее отец Александр – чемпион олимпийских игр. Ну, уже за ней сложнее стало поспевать. Мама так точно уже обгоняет. Пока на гоночных лыжах, на горных практически вместе с мамой ездит. Гонки юных биатлонистов вернутся в Раубище уже спустя две недели. Лучшие команды всей страны сойдутся в снежные дуэли в финале республиканского турнира «Снежный снайпер». В каждом ребенке есть своя изюминка. Это как самородки. И главное их вовремя распознать. Учителям физкультуры. Сейчас на этом этапе уже профессиональным тренерам посмотреть. И, конечно, можно дать с этих соревнований определенный старт ребенку. А вот накануне столица стала эпицентром лыжных гонок. Более трех тысяч олимпийцев-любителей, среди которых и специалисты облсполкомов, и различных ведомств, вышли на лыжероллерную трассу «Веснянки». За председателем Витебского облсполкома так никому угнаться. И не удалось. Горешно проиграть южному региону Брестскому. Мы готовились. Тем более, что в прошлом году мы заняли первое место. И задача стояла любой ценой удержать победу. Снежный февраль превратил Беларусь в огромную олимпийскую арену формата «Оупен-эйр». Во-первых, молодеешь, кровь разгоняешь, ну и голова начинает работать лучше. Духом зимней Олимпиады будто прониклась сама погода. Снежные пейзажи приглашают всех олимпийцев-любителей выйти на морозные старты. При этом без награды не останется никто. Ведь выбрать спорт – это и есть победа. В главном эфире Ян Пашкевич, Александр Хоровец, Владимир Тихонович и Виктор Лобко.